Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вам послушать интересные факты острикоза и сделать стрекозу из синельной проволоки. Попрыгунья стрекоза, лето красная пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Басня, в которой беззаботная попрыгунья стрекоза пытается напроситься на зимовку к трудяге-муравью, вводит читателя в большое биологическое заблуждение. Во-первых, стрекоза не прыгает и даже не ходит пешком, она только летает и сидит, и даже свадьбу играет на лету. Во-вторых, взрослая стрекоза не зимует, по крайней мере, в наших умеренных широтах. А в-третьих, у нас сложилось представление о стрекозе как о легкомысленной пивунье, впустую и тупо прожигающую жизнь. В действительности же стрекоза представляет собой жестокого воздушного хищника, сверхманевренного истребителя в мире насекомых. Все же кое в чем автор басни Иван Крылов был прав. Стрекозы в самом теле не строят домов, как те же муравьи-муравейники, но не их это стиль жизни. В отличие от коллективистов-муравьев, стрекозы неисправимые одиночки, и уж если сбиваются в стаи, то редко и по особым случаям. Но зато они умеют то, на что не способен никто другой из мира насекомых, и точно стоит присмотреться к их полету. Летает она не только вперед, но и вбок, вверх ногами. Стрекоза может резко развернуться на 360 градусов, зависнуть на месте, двигаться прямо вверх и прямо вниз. Таким талантом обязана особому устройству их своих двух пар крыльев. Мышцы каждого способны работать независимо друг от друга. По скорости полета стрекозы не первые среди насекомых, но скорость 56 км в час – это тоже неплохо. Это же 15 метров в секунду. А еще они первые по результативности охоты. Более 90 нападений на жертву успешные. Выбрав жертву, стрекоза ведет за ней визуальный контроль, и огромную роль в успехе играют глаза. Стрекоза одновременно видит все, что происходит впереди, сзади и по бокам на расстоянии нескольких метров. Состоят стрекозинные глаза из 30 тысяч отдельных фасеток, и каждая фасетка работает сама по себе. С помощью верхних фасеток это насекомое различает лишь черные и белые тона, поэтому, заметив насекомое перед собой, старается не потерять его на светлом фоне неба. А когда стрекоза поднимается над жертвой, готовясь к нападению, она использует нижние фасетки, с их помощью она различает цвета на фоне земли. Стрекозы большие любители комаров и мошек, и с их появлением кусачьих тварей становится меньше. Кровососущие насекомые составляют до 20 процентов их добычи. По факту одна стрекоза поедает от 30 до 50 до 100 комаров в день. Вообще же едят из существа все, что могут поймать, и мух, и бабочек. А крупная стрекоза может поймать и съесть лягушонка. Хватает стрекозы свою добычу не своими мощными челюстями, а ногами. И вот вам еще один не самый известный факт. Стрекоза поедает свою жертву не на лету, а сидя, устроившись на ветке, камне и другом возвышении. К концу августа большинство стрекоз уже закончили свой жизненный цикл. Их яйца, отложенные в стоячем водоеме, а в среднем это до 1000, перезимуют. Из тех, что не съели рыбы, весной вылупится настоящий уродец. Гроза обитателей в заводе. Самые крупные стрекозинные детки могут дорасти до 5-6 сантиметров в длину. Личинка стрекозы живет только в воде. Она с большим энтузиазмом пожирает личинок других насекомых и рачков, водных клопов и жуков, и даже мальков и головастиков. За день эта прожорливая особа съездает столько, сколько весит сама, до 2 грамм и даже больше. Срок жизни стрекозинных деток нередко намного больше, чем взрослых. Личинки некоторых крупных стрекоз способны жить 2-4 года, перенося даже зиму. Для этого они зарываются в ил и впадают в анабиоз. Этот же вид во взрослом состоянии в наших широтах протянет только лето, месяц-два или немногим больше. Перед тем, как стать взрослой стрекозой, личинка должна 17 раз пережить клинку. Ну и конечно же, помимо очевидной пользы, которые приносятся человеку стрекоза, не слепдует забывать и о поразительной красоте этих ярких насекомых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok